Дашим святости или святые, имеется ввиду святые вещи или святые правила для того, чтобы мы были святыми. И это Мвейкрам, Левит, 19 глава и 20 глава по 27 стих, то есть две маленьких главы. И вот в этих двух маленьких главах, имеется ввиду не в недельных главах, а в главах Торы, которые разбита наша книга, представьте себе, находится 51 заповедь. Если 613 заповедей, можете себе представить, 50 заповедей, это полсотни заповедей, всего лишь в одной маленькой недельной главе, которую вот в этой книге я посмотрел, она занимает 4,5 странички. 51 заповедь. И это важное условие святости. Начинается она словами. Ну, часто так начинается. Главы, да, и говорил Бог, обращаясь к Маше. И сказал. Главы, да, и говори со всем обществом сынов Израиля. Здесь повторено слово «эда», да? «Отдат мне Исраиль, общество сынов Израиля». Или мы, по-моему, говорили «общине свидетелей сынов Израиля». Если мы выполняем эти заповеди, то кто мы? Свидетели, да? И все статьи содержатся заповедь любви. Возьми ближнего, как самого себя. И Ишуа, когда говорил, что мы выполняем заповеди любви, что мы являемся? Свидетелями Божьими. Итак, скажи всей общине свидетелей сынов Израиля. Да? Амарта. Значит. И скажи алейхем. Кдашим тегейну. Будьте святы. Кдашим тегейну. Кикадош. Ани аданай аллахэхем. Если стоит подпись и печать «Я Господь Бог ваш», да? Это выказывает на особую важность сказанного. Итак, будьте святы, ибо Я свят. Я Бог Всесильный ваш. Да? Ну и что же означает быть святыми? Дальше, конечно, стоит заповедь каждый день. Молиться, да? Считать Тору, да? Ходить в церковь. Стоят там такие заповеди. А? Ходит хоть одна из этих 51 заповедей. Конечно, это нам все надо делать, да? Но что же значит быть святыми, как святой Господь Бог наш, да? Там даже перечисляются очень простые заповеди, которые может делать каждый человек. Правда? И первая из них, и самая главная заповедь, да, сразу, значит, «Вэ-имо-ве-авил-ти-ра-у». Бойтесь каждой матери своей и отца своего. И-мо, да, матери его, и отца его, значит, каждый свою. Что? Ти-ра-у. И-ра о каком, говорится, страхе? Да, тот, который страх Божий, да? Это не страх, который парализует человека. Здесь говорится, значит, уважайте, почитайте, да? Бойтесь что? Бойтесь огорчить отца и мать. Оказывается, после заповеди святости, да, это самая важная заповедь. Потому что всегда идет, начиная от самого важного, да, и к менее важному. Самое важное – бойтесь отца и матери, а менее важное – носите бороду, да? Вот если посмотреть все эти заповеди, в таком порядке примерно, как они есть, да? То есть самое важное – это бойтесь отца и матери своей и соблюдайте субботу, да? И субботы, ша-ба-та-тэй, ша-ба-та-тэй, ти-ш-ма-ру, ша-мор – это что? Соблюдать. Ани-аданай-эл-гейхим. Опять стоит подпись «Я Бог всесильный вас». Видите? Оказывается, самое важнейшее из этих заповедей – соблюдение субботы и боязнь отца и матери. А почему же соблюдение субботы настолько важно? Да? Да, если Бог наш творец, и мы почитаем Бога, да? И это есть такое же почтение Бога, как отца своего. Совершенно верно. Хорошо. А там дальше еще вопросы ритуальной чистоты содержатся. Интересно о том, что нужно тоже орла, оказывается, делать деревьям, да, три года после посадки и так далее. И предупреждение, касающееся различного рода вещей, которые делали остальные народы, законы чистоты семьи. Но первые из них стоят вот эти заповеди, видите? Для многих культур идея святости состоит отрывы от этого мира. Вот мы уходим от этого мира и освящаемся, да? Но мы должны быть святые не вне этого мира, а в этом мире, да? Пребывая в этом мире, тем мы должны быть не от мира всего, да? Значит, не посланцами мира всего. И как же мы можем пребывать в этом мире, да, и не загрязниться? Правда, если мы, помните, мы говорили, в этих заповедях живем, в этих заповедях живем, в этих 51 заповедях святости. Естественно, я за час не смогу вам их перечислить, правда? Вот. Но разные заповеди, видите, когда убираешь урожай с поля в стране твоей, не дожиная до конца поля, педного и пришельцу оставь, не крадите, не отрицайте истину, не обманывайте друг друга, не обирай ближнего своего, не задерживай себя на ночь в заработок наемного работника твоего, перед слепым не клади препятствия по правде суди ближнего своего, не разноси сплетни в народе твоем, не оставайся равнодушным к крови ближнего своего, не питай сердце своим ненависти к брату своему, увещивай ближнего своего. И самый центр, это 19 глава, 18 стих. «Люби ближнего, что? Как самого себя». То есть во всех этих заповедях нет ни намека на отшельничество, на удаление от мира, но это правила жизни, да? Правила жизни в этом мире и в этом обществе. Но они на законе справедливости, морали, доброжелательности и правосудии. Комментатор Торы Аль-Шейх писал так. «Святы будьте, было сказано публично, чтобы никто не мог сказать, удалюсь я от всех людей, отделю себя от всего, что творится в мире, и тогда поднимусь на ступень святости». Видите, как получается? Все народы считали, что так, нужно сделать себя очистить, осветить, а потом приблизиться к Богу, да? Но к Богу мы приближаемся какие? Такие, как мы есть, да? И в процессе приближения к Богу мы освящаемся, то есть изменяем свою суть. И это, мы говорили, невозможно без крови Ишио-Мессии. Хорошо, и в чем же эта святость? Что человек, живя в этом мире, должен оберегать себя от всякого рода нечистоты. И само по себе исполнение заповедей необходимое, да? Но не являющееся достаточным условием. Итак, исполнение заповедей необходимое, но не являющееся достаточным условием для достижения святости. Поэтому ортодоксальные евреи, они стараются исполнить все самым лучшим образом. И это похвально, да? Но без Ишио-Мессии мы этого не можем достигнуть. С другой стороны, многие терковные лидеры говорят, что только Ишио-Мессия, и это достаточно для нашей святости. Мы не можем никаким образом другим осветиться, если не будем соблюдать заповеди, да? Но не можем осветиться, соблюдая заповеди, без Ишио-Мессии. Вот такой получается замкнутый круг. Замкнутый круг получается. И когда говорится слово «уставы», «уставы соблюдайте», «хукот», мы говорили, что это определенные заповеди, которые не обсуждаются. Определенные заповеди не обсуждаются. И вот еще интересно. Раби Раяц рассказывал, что когда ему было 4 года, он спросил своего отца. Это был пятый рябовический ряби, Шалом Довбер. Почему Гошем Творец дал человеку два глаза, а не один, как, например, рот или нос? Смотрите, у нас два глаза, и через это что? Входит, да? Два уха, и через их что входит? Одно то, что из человека выходит, человеку по одному дано, да? Почему же так? В ответ отец спросил меня, чем отличается буква «шин» от «син»? Чем отличается буква «шин» от «син»? Да, точки. Одна справа, другая слева. И тогда папа мне сказал, есть вещи, которые нужно смотреть правым глазом, то есть относиться с любовью и заинтересованностью, а есть такие, на которые нужно смотреть левым, то есть с неприязнью и отстраненно. То есть на то, что нужно хорошее смотреть, да, он говорит, пример, на седу молитвенник, ясное дело, надо смотреть правым глазом, а на конфету или игрушку левым глазом. С тех пор закончил раби Раяц и твердо усвоил, усвоил, что на любого еврея надо смотреть только с хорошей стороны. Что же такое истинная любовь к близнему? Спрашивал Магит из Межерича и говорил, любить круглого грешника, как полного праведника. Помните, как любит Бог? Всех любит, безусловно. Гитлера Бог любит? Осипов говорил православный, сейчас живое, слава Богу. Говорит, что Иисус любит Гитлера, да, так же, как и Деву Марию. И Антихриста любит, как и Деву Марию, свою мать, да? Но между тем, у каждого из нас свой путь. Одних туда, у других наоборот. Вот. Хорошо. Ну, давайте кратенько все-таки остановимся на этих заповедях. Смотрите. Какие важные для нас заповеди. Итак, мы говорили, бойтесь каждой матери своей и отца своего, да? И субботы мои соблюдайте. Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Опять, я Бог всесильный ваш. Что значит обращаться к идолам, да? Да? Помните, идол, все, что занимает в нашем сердце, да, вместо Бога, да. Это может быть даже хорошая вещь. И даже то, что относится к Божьим вещам. Может и Тора стать для нас идолом. Служение может стать идолом, да? Церковь может стать идолом для нас. То есть дети могут стать идолами. Хотя это хорошая вещь, да? Но они могут быть нашими идолами. И богов литых не делайте себе. Я бог всесильный ваш. И когда, видите, говорится идолы, ведь не делайте идолов. Когда говорится не делайте идолов, употреблено слово песель. Там каких идолов? Которые вытесывают из камня, да? То есть идолов, которым нужно что? Для того, чтобы сделать идола, применить силу. Но нужно ли для того, чтобы сделать ледового идола много силы? Немного, правда? Сделал форму и залил в нее. Говорят, что золотой телец, он вышел сам по себе. То есть Тора никогда не повторяется, да? Не делайте идолов, которым вы применяете свое усилие. И которые отнимают от вас силы. Но и не делайте таких идолов, которые приходят к вам как бы сами по себе. Как бы сами по себе. И это тоже может быть нашим идолом. И когда завяжите жертву мирную Богу, делайте это по желанию своему. Видите, жертва мирная Богу. Помните, мы говорили? Она не за какой-то грех. Да? Потому что мы любим Бога. Или жертва благодарности тоже относится к жертве мирной Богу. Или жертва по обету. Когда мы по какому-нибудь обету даем жертву обещание. Да? И как это нужно делать? С каким сердцем? Пожелание. То есть с открытым сердцем. Дело любое жертвование должно быть пожелание. В день жертвоприношения вашей на следующий день она должна быть съедена. Оставшееся на третий день должно быть сожжено на огне. И это, видите, правильно. С одной стороны. Почему это не происходит? Ну, как вы думаете? В те времена холодильники были? Даже если ее просолить мясо, да? Даже если просолить мясо, оно могло храниться максимум на завтра. Да? А третий день она протухала. С другой стороны, я вот считаю Геронту. Да, Паисия. Такое есть. Абах православный. С огромным удовольствием я его читаю. И даже вам даю считать то, что мне нравится. Мне нравится. Правда? Интересные вещи. И он говорит, что раньше, когда не было холодильников, то было лучше. Люди жили более дружно. Вот хозяйка, когда готовят, а в самом деле еврейская хозяйка, она что-то всегда точно приготовит столько, чтобы было. А то сейчас люди точно должны сказать, сколько к нему гостей придут. Пять человек придет, она пять порций приготовит. Всегда оставалось больше. И когда эти, чтобы не выбрасывать, что делали? Отдавали соседям, да? И говорили, я сегодня приготовила барашка. Вот тут у меня еще осталось пол казана плова. Вот я могу съесть. Только это вам. Хотите, вместе придите съесть. Хотите, я вам дам. То есть люди делились друг с другом. А теперь каждый в холодильнике оставляет кому? Самому себе только на следующий день. Видите, как холодильники разделили людей. А телевизоры как разделяют людей, да? Когда появились первые телевизоры, это я помню, где-то был 56-й или 57-й год. Вот я до сих пор помню первый фильм. Ну, я не помню, как он называется. Но я до сих пор помню первый фильм, который я смотрел по телевизору. Хотя мне было пять лет. Вот там одна женщина летчика подобрала. Я помню, она там его тащила, что-то такое. Забыл, как она называлась. То ли «Дитя от журавлей», то ли что-то такое. Был такой фильм? По-моему, от этого, да? Нет. «Дитя от журавлей», по-моему, назывался фильм. Кажется так. Вот. Ну, я вам говорю, я уже... Посмотрите, до сих пор помню первый фильм, который я смотрел по телевизору. Мне лет пять было, я сейчас, я знаю, 57-й, не так похоже. Вот. И смотрите, как получается. А сейчас столько всякой вот... У нас четверг, четверг телестудия не работала. Назвали мы ее «Постный день». Сегодня телевизор где-то. И когда собирались сначала у телевизора люди и соседи, и все, да? Потом появились телевизоры каждый в своих домах, люди уединились. Сейчас уже, говорят, есть виртуальные церкви. По интернету можно в церковь не ходить. А даже исповедь можно сделать, и прощение грехов получить по виртуальной церкви. Слышали о таких? Да, да, да. Видите, как людей цивилизация, да, вот она разъединяет. И даже такие вещи, которые являются вроде бы полезными, в действительности разделяют людей. Хорошо. Когда будете жать жатву в стране вашей, не дожинайте до конца края поля твое, и опавший при жатве не подбирай. В советское время это все было с точностью наоборот, правда? Виноградника своего не обирай дочиста. То есть оставляй бедному пришельцу. И, наверное, бы не родился царь Давид, если бы не было этого закона, правда? Помните? Ну, может, какой-то другой царь родился, но не такой вот, как Давид. По милости от моавитянки, которой вообще было запрещено входить в общество израильское. Да, и она впервые сказала, что мой народ, а твой народ, мой народ. Мы писали вчера это на тесте, не все, правда, написали правильно. Но пытались это написать, правда? То есть видите, какая милость, великая милость. И когда говорится, что же такое край поля? Край поля не ограничен. Ограничены все законы, касающиеся эксплуатации человека. Но не ограничены законы, касающиеся милости. То же самое говорится о винограднике. Бедному и пришельцу оставь их. Не крадите, не крадите, не отрицайте истину и не обманывайте друг друга. Смотрите, это заповедь, это тройственная заповедь, которая содержится в одном стихе, да? Значит, если мы обманываем друг друга, мы крадем? То есть здесь не крадите, не отрицайте истину и не обманывайте друг друга. Украсть можно не только деньги. Конечно, можно и деньги украсть. Но если мы крадем доброе имя, а мы можем украсть время у человека, да? Можем украсть здоровье. Вот если человек, допустим, слушает громко музыку, страдают его соседи, крадет он у них нечто? Здесь есть у меня вопросы к каждой недельной главе и рассуждения по этому поводу. Вот заповеди общежития. Написано, не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. Если говорится о специальных видах кражи, лжи и обмана, то о каких именно? Если указания касаются самых заурядных приглашений, то к кому они обращены? Ведь культурные, интеллигентные люди не крадут и не лгут. Ну, вообще-то у нас кража – это взять то, что хорошо лежит. А то, что плохо лежит, это не кража, да? Вы сами понимаете, в нашей культуре. Поэтому не лжите вещи плохо, дабы другим людям не было соблазна. Хорошо. Приведите примеры, когда по небрежности и невоспитанности обычный человек может учинить кражу, пусть мелкую, но тем не менее. Какие из них ниже перечислены, к примеру, при некоторых условиях можно характеризовать как кражу. У аптекаря, работающего по найму, болит голова. Он принимает таблетки, которые берет тут же с витрины. Сотрудница звонит домой по своим нуждам, используя телефон офиса. Припаркованная машина стоит на тротуаре. Студент едет домой на трамвае, не заплатив за проезд. И он же, вернувшись в общежитие в час ночи, поднимает шум, исполняя арии любимых опер. Чем будет всех, включая вахтера. И вопрос, вы никогда и ничего у кого не украли. Видите, как строго подходит к вопросу кражи еврейская этика. Мы подробно изучали этики, об этих отношениях. То есть, фактически все это соблюдение этики, это и есть святость. Если мы это делаем, значит, мы святы, так как Господь, Бог делает нам. Видите? И дальше, когда, говорится, будет священное собрание, никакой работы не делайте. Самый этот день, ибо день искупления, Йом-Кипур. А всякая душа, которая не смирит себя в этот самый день, отторгнута будет от народа своего. Ну, первоначально, вы знаете, побивали камнями, а потом, когда отторгнута от народа своего, что делали? Кэрит, отсечение, да? Отсечение. То есть, из общества Израиля такие люди одевались. Тут говорится и о субботнем покое, и о важности покоя на Йом-Кипур, и говорится о празднике Суккот, опять-таки, и говорится о других праздниках Бога. И вы знаете, что 23 глава будет посвящена этим праздникам. А, ну мы до них еще дойдем. Так, не крадите друг друга. Так, не обирай ближнего своего. Не граб, не задерживай у себя на ночь заработника, наемника своего до утра. Не злослов глухого, и перед слепым не клади препятствия. И бойся всесильного твоего, я Бог. А скажите, разве глухому не все равно, злословят его или нет? Он же не слышит, да? Перед слепым не клади препятствия. Это не только то, что не надо там банановую кожуру кидать перед человеком, чтобы он упал, да? Но здесь говорится о чем? Кто такой слепой и глухой? Кто не понимает, да? Потому что шма – это слышать и понимать. И кто не видит? То есть человек, который не видит перед собой опасности. Значит, в таком случае это не только в прямом смысле, что если человек идет и хочет упасть в яму, да? Или не хочет упасть в яму, но не видит этой ямы, нужно его задержать. Но и о том, что мы все ответственны друг за друга. Правда? Да, может и такое быть, хорошо. Да, то есть, видите, еще интересно. Не совершайте несправедливости на суде, не будь снисходили к нищему и не угождай знатному. То есть нельзя сказать, что это человек бедный, поэтому я ему окажу милость, да? А это человек богатый, а вообще я богатых не люблю. Все они такие буржуи поганы. Вот я ему там сейчас присужу, и так ему и надо. И это тоже несправедливость. Правда? То есть ни в коем случае и богатый, и бедный, он все равно принадлежит Господу. И не угождая здатному, но по правде суди ближнего своего. Не ходи сплетником в народе твоем, не оставайся равнодушным крови ближнего своего. И опять-таки, это напрямую. Не быть равнодушным крови ближнего своей. Если кто-то оказывается в смертельной опасной ситуации, например, задавил какого-то человека, да не насмерть взял и уехал. Да? Даже если тебе будет опасно, что тебя будут судить, ты все равно должен оказать помощь. Если ты не оказываешь помощь человеку, тогда когда можешь ее оказать? Ну, если не можешь оказать, то это другое дело. Если ты не умеешь плавать, то в воду, конечно, прыгать тебя никто не заставит. Правда? Но в данном случае, надо всегда стремиться помочь человеку. И это все равно такое же убийство и злословие убийства. Значит, если кто-то злословит, нужно тоже прекратить злословие и помочь человеку. Иначе злословящий человек, он тоже стоит на крови ближнего своего. А дальше, «Не питай ненависти к брату своему, увещевай ближнего своего, и не понесешь за него греха». Что значит «не питай ненависти»? Это означает «не осуждай человека». Правда? Не осуждай человека. Но что нужно? Сказать ему. То есть, очень зачастую, часто мы поступаем так, что сначала говорим церкви, а потом, когда этот ближний узнает, мы начинаем говорить с ним и выяснять отношения. И в этом отношении приоритеты еще оставляет точно. Прежде всего, кого надо увещевать? Ближнего. И как? Наедине. Чтобы ему не было стыдно. Но ты не можешь не увещевать и закрыть на это глаза. Ну, то есть, есть вещи, которые, например, нельзя выставлять человека на позор, да? Но есть вещи, которые видят все люди, и этот человек делает. И если ты молчишь, то молчание – это что? Знак согласия. Значит, ты что с этим человеком делаешь? С ним соглашаешься как бы, да? В таком случае нужно взять что? Двух или трех свидетелей, да? Потому что свидетели могут подтвердить твою правоту. А если у тебя свидетелей нет, имеешь ты право это разносить всем людям? Нет? И уже последний случай, если он же не слушается и тебя, и свидетелей, только тогда можно говорить, да? Окружающим. Но верующий всегда, как собираются вместе, засловит. Это уж точно. Я и по себе это знаю. Да. Это уже в том случае, когда уже грех явным становится, и человек не слушается. Не слушается. То тогда уже, конечно, другого просто выхода нет. Другого выхода не остается, да? Значит, не мсти и не храни злобы на сыну народа твоего, и люби ближнего своего, как самого себя. Опять-таки, это, видите, три заповеди в одной. Мы часто говорим, люби ближнего своего, как самого себя. А как ближнего любить? Да, если я так начну ближнего любить, как самого себя. Ну, где-то в тайне, конечно, я себя люблю. Но временами у меня такое возникает желание. А к ближнему так еще как круче будет. Хорошо. Ну, видите, что? Опять-таки, здесь не говорится об эмоциональной любви, а конкретно, да? Не храни злобы, то есть, не будь злопамятным. А эту заповедь мне труднее соблю себе. Самое трудное соблю себе память не быть злопамятным. Я вам часто говорю. Потом мне труднее, ну, второе и третье, пожалуй, они так вот на одной ступеньке стоят. Не завидовать кому-то и не злословить. Так. Это самое трудное. Вот не мстить мне легко, потому что я по природе своей ленив, поэтому я ищу. Но если бы я не был ленивым, то обязательно бы мстил. И у меня бы такой был список уже, если точно. Ну, понимаете, опять-таки, я ленив, потому что без инициативы. То, что мне интересно, я делаю, да? А то, что неинтересно, я не делаю. Но вовсе не потому, да. Итак, видите, не питай сердце своем ненависти, то есть, даже, говорится, внутренней ненависти, да? Не мсти, не храни, да, злобы на сынов народа твоего. Люби ближнего, как своего себя. Я Господь. Видите, это замечательная заповедь. Ишуа еще выше поставил планку этой заповеди. Но это в его характере, да? Если мы говорим, что кто увидит женщину, да, и подумает, тот уже прелюбодействовал, да? Кто сделал то-то, то-то в сердце своем, он уже как бы сделал это физически, да? Поэтому здесь говорится, любите ближнего, еще более высокая заповедь, да? Да? Как я возлюбил вас. Любите друг друга, любите ближнего, да? Вот. И видите, ближний, когда говорится ла-ре-ха, ла-ре-ха, это имеется в виду твой сосед. Твой сосед или тот, который рядом с тобой и не всегда в положительном смысле это слово употребляется. Да? Соседи не всегда хорошие. Вот. Поэтому не только твоего ближнего, который со всем с тобой согласен и так далее. Вот. Но люби ближнего, как самого себя. И когда, помните, в Новом Завете говорится, новую заповедь даю вам Иоанн, А впрочем, вспоминает, оказывается, это не новая заповедь, а данная вам с самого начала. Когда она с самого начала? С закона Моисея. Правда? С закона Моисея. И поэтому проявление этой заповеди, да? Что делать? Другому то, что ты хотел бы, чтобы сделала тебе, да? Ну, понятно, не всем хорошо. Одному нравится одно, что-то большее, другое. Больше другое. Я бы немножко уточнил эту заповедь. Делай другое то, что он сам бы хотел себе хорошо сделать. Правда? Ну, один любит, например, конфеты, а другой любит сало. Если ты принесешь ближнему своему сало, потому что ты сам его любишь, а ближний твой сало не ест, а любит конфеты, ну, немножко по-другому получится. Правда? Да. Приятно. Делай ближнему то, что ему приятно и на пользу. Совершенно верно. Хорошая заповедь. Установление мы и соблюдаете. Видите, дальше говорится о генетических вещах всяких. Скота не своди с другой породы. Поле не засевает двое обидами. Зерен и так далее. И дальше говорится об одежде, которая покрывает человека, потому что по одежде, по одежде мы узнаем другого. Говорится, также, видите, что если что-то произошло, да, с женщиной, вот, значит, если человек ляжет с женщиной, а она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная, или свобода не дана ей, то оба должны быть наказаны. Но смерти не привидовать, потому что не было, она освобождена. То есть, видите, если женщина не свободна была, та была рабыней, то скажите, эта милость к кому идет? К блуднику или к женщине? К женщине. Совершенно верно, к женщине, потому что женщина-рабыня, она находится в таком положении, когда ее, как бы, заставляют. Хорошо. Как мы можем это применить в законах современных? А что сделала Моника Левинская к Клинтону? Правда? Женщина подневольная, то есть, находится в каких-то определенных отношениях, рабыня, да, и если начальник, значит, понуждает ее к определенным вещам. С одной стороны, она виновата, если она блудит, но с другой стороны, ее поставили, что? Такое положение. И здесь уже речь не идет о том, она кричала или не кричала. А если такое положение поставили, что ее уволят, она останется без работы, и ей нечем будет кормить своих детей? Да, видите, все вопросы, которые идут по возможности милости, идет милости. Хорошо. Дальше говорится о деревьях. Видите? С одной стороны, это забота о деревьях, потому что нельзя делать, чтобы у молодых деревьев были плоды, это будет истощать. С другой стороны, здесь говорится, что четвертый год все плоды посвящены восхвалению Бога. Восхвалению Бога. И только пятый год вы можете есть плоды. И умножатся для вас эти плоды, потому что я Бог всесильный ваш. Не гадайте, не выражите, видите? Не стригите краев волос вокруг головы вашей, и не портите края бороды вашей. И царапин по умершим не делайте на теле вашим, и наколот надписи не делайте себе, я Бог. То есть, тату, да, это вы знаете, что татуировки, они чаще для язычников носили какой-то определенный мистический образ, да? А если, как говорится, надрезок на теле, то вы знаете, вот, например, когда гунны, когда гунны появились, то не только были удивлены монголоидными лицами, но казалось, что у них вообще не было лиц, потому что, когда умирали родственники, они делали себе надрезы, да? и это крайне уродовало лицо человека. Вместо того, чтобы делать эти надрезы, да, что нужно? Надрывать край, надрывать край одежды. В особенности важно, это против кровосмешения. И кровосмешение это гилуй-арайот. Гилуй-арайот. Гилуй, видите, это что? Качение. Качение, да? Качение получается вниз, потому что ару, это означает смешивание. Это не кровосмешение, смешение крови, да? А как бы качение к смешиванию. Качение к смешению, когда смешивается святое с будничным, да? То, что святое, посвящено мне. То, что не святое, тем мы не можем быть, иметь отношения. Или то, что посвящено другому человеку, то есть, жена другого человека и так далее. Это законы морали. И это очень важный ворали. Интересно, что Гитлер говорил, что он ненавидит евреев за то, что они дали миру мораль. И в этом заключена основа антисемитизма. хорошо. Но еще, какие у нас причины любить ближнего своего, как вы думаете? Потому что он создан Богом, да? По Богу, по образу Бога и подобию Бога. Бог создал по своему образу подобию. Поэтому, значит, мы говорили, да? В агаута ла рэ ха как камо ха. В агаута ла рэ ха камо ха. Так вот, раби Акива видит любви ближнему основополагающий принцип всей Торы, то есть, источник и критерий для проверки всех остальных заповедей. В начале 17 века раби Ишеяга Гурвиц писал так в книге Ишея Луход Габрит, что из этой заповеди любви ближнего выводятся все 613 предписаний и запретов иудаизма. Бен Азай, это был коллега Акивы, он говорил так, что значит любить камо ха? А что, если человек не любит самого себя? Следует ли ему отсюда, что ему надо не любить окружающих? Ибен Азай приводит такое понятие, потому что камо ха, он такой же, как ты, да? Камо ха можно еще перевести как самого себя, или такого же, такого же, как ты. Мы все созданы по одному образу, и все мы носители образа Божьего. Отсюда принцип мы говорили, любви Бога, да, в человеке, которого он создал. Если у вас нет еще такого принципа, то вы должны записать. Это очень важный принцип. Хорошо. И мы должны любить других не потому, что таким образом мы сможем сами быть любимы, но потому, что так повелевает Всевышний, потому что сказано, да, я Господь. И когда говорится вэ агавта эт, да, или, вернее, используется не предлог люби ближнего, вэ агавта эт, любить кого-то, винительный падеж, да, агавта и лэ, агавта лэ, рэха, да, лэ, рэха, значит, что ближнего, лэ, рэха, ка, ма, ха, значит, надо кому быть? Ближнего, ближнего своему, лэ, рэха, а слово рах, а слово рах означает не только ближний, да, но тот, кто живет рядом с тобой и иногда даже это слово похоже на раш шум, да, то есть человек, который может тебя раздражать и что надо с ним делать? Все равно любить, поэтому можно ближний сказать, как человек, который близко рядом с тобой или который подобен тебе, да, либо тот, кто может даже раздражать себя, то есть есть разные толкования вот этого понятия ла, рэха, и хотел бы, я говорил Бал Шемтоу, основатель хаситизма, обладать способностью любить наиправеднейшего из людей так же сильно, как Всевышний любит последнего злодея. Ну, вы знаете, не трудно равену любить врача, а адвокату каменщика, бухгалтеру бизнесмена. Но Тора говорит, что мы должны любить даже тех, кто подобно нам работает в той области и может быть конкурентом. То есть равен должен любить других равену, адвокат других адвокатов, бизнесмен других бизнесмену, а секретарша других секретарш. И это тоже подобно себе. Ну, и последняя заповедь, которая можно сказать, она не последняя вообще, но Левит 19 глава 27 стих. Не стригите головы вашей кругом и не порти края бороды твоей. Кругом это что употребленное слово? Пе-йот. Пе-йот. То есть нужно оставлять края. Пе-йот это в идишском варианте произношения пейсы. Пе-йос. Пе-йос отсюда такое слово пейсы. И нужно сохранять бороду. Опять-таки не сказано сколько нужно оставлять бороды. Сказано края бороды. Значит не надо оставлять всю бороду какая у тебя выросла. А что такое край бороды? Да был такой музыкант Май борода. может быть край здесь. Может быть край здесь. Вот заметьте что в английском таком простонародье были бакенбарды. Заметили? Особенно если были они в 18-19 веке. Бакенбарды. А бакенбарды не те же самые песни. Это то же самое продолжение. И может быть здесь край бороды. А если говорят не повреждай то говорят не брей то есть не сбривай острым ножом. А разрешается например брить чем? Электробритвой да? То есть электробритва она стрижет бороду. То есть есть разные заповеди. говорить вообще об отношении к бороде борода считалась обычно украшением мужского лица. Интересно что на древних египетских рисунках бородатыми изображены только боги и семиты. А фараоны если у них не было бороды они приклеивали себе бороду. Я вам рассказывал что была женщина фараон которая приклеивала себе бороду. И все представители других этических групп включая самих египетян изображены безбородами. У ухреков в древности борода считалась символом мудрости. Кстати в этой же главе недельной заповедь о том что нужно вставать в автобусе перед сединой что? Вставай. То есть оказывай уважение. И вот Александр Македонский греки тоже носили бороды. И Александр Македонский первый приказал сбрыть бороды. Помните что Александр Македонский был гомиком? Но кроме того он решил что нельзя хватать другого за бороду. Если кто-то тебя схватит за бороды и отрубит голову. Поэтому солдаты Александра Македонского стали ходить с бритыми подбородками. Затем также поступали римляне по традиции и только в 13 веке борода была завесена с востока крестоносцами. На востоке крестоносцы увидели бородатых мусульман и бородатых евреев. И они начали тоже отпускать бороду. В 15 веке все мужчины в Европе брились. А первым кто ввел такую моду на бороду был в 1534 году французский король Генрих VIII. Помните он там жен своих рубил им в голову? Да. Он ввел англиканство и с тех пор англиканские стали ходить с бородами. Католические священники они брили бороды. Но также Петр I например не любил бороды. Помните? Вот. Энстри слился разрушить русскую культуру и заменить ее западной и таким образом искоренял бороды. Хотя зачем это? Не знаю. Но на современный западный респектабельный бизнесмен или юрист не появится на людях даже с усами. А в Аргентине доходит до того, что бородачам не выдают удостоверение личности, пока они не побреются. Так что вот такие были разные традиции в разное время. И это касается не только бороды, но усов. Усы рекомендуется подрезать настолько, чтобы по ним во время еды не текло, как в русских народных сказках. Потому что если что-то остается здесь на этих волосах, и потом попадает в рот, оно что уже становится? не кошерно. Поэтому усы надо подстригать коротко. Хорошо. Итак, есть много интересных вещей, и даже евреи часто страдали из-за этого. Например, император Адриан запрещал евреям под страхом смерти носить бороду и пейсы. Мы знаем, что часто евреи узнавали по этому признаку, да, и вот одеваться в еврейскую традиционную одежду, и носить бороды, пейсы, так как это делали евреи всегда, было связано с определенным риском, да, радший народ на такой риск шел, потому что главная цель, видите, не быть такими, как другие народы, и внешне, и внутренне. Этого и посвящена эта глава. Хорошо. Хорошо.